Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас урок будет посвящён не малышам, а более старшим школьникам, которые готовятся сдать ДПА, ДПА девятого класса. Немножечко хотелось бы сказать о том, что для успешной сдачи ДПА нам очень важно иметь хорошую базу слов. Базу слов английского языка. Как предупреждение хотелось бы сказать родителям, чтобы они следили за тем, когда их дети изучают язык, чтобы они больше накапливали слов в своём запасе. Пока ребёнок маленький, он впитывает и впитывает и впитывает, как губочка новые слова с окружающего мира. Имея базу с самого детства, большую базу английского языка, это залог успеха сдачи экзаменов, которые нам нужно сдать в школе. Мы сдаём ДПА, сдаём ЗНО, сдаём контрольные. И вот для того, чтобы правильно и хорошо понять тексты, которые даются в ДПА, которые даются в ЗНО, необходимо иметь хорошую базу слов. Во-первых, пока ребёнок маленький у вас, если он ещё только в первый класс пошёл, обратите внимание на то, чтобы он учил слова в игровой форме, чтобы он их слушал. И обязательно, очень важно, чтобы ребёнок учился их прописывать, писать, прописывал. Как ребёнка научить писать слова? В принципе, это несложно. Есть один из вариантов, который я часто использую. Мы берём слово, например, слово хлеб. Бред. Мы в этом слове слышим только четыре буковки. Бр-э-д. А пишется оно из пяти буквок. Бр-э-ад. И меня в школе учили. Я так своих учеников учу, что когда ты выучил слово, возьми ещё, выучи его вариант написания. Мы знаем бр-э-д. И, например, как оно пишется, бр-э-ад. Ложим себе листок бумаги чистый, можно подлиннее. Берём ручечку и пишем бр-э-ад, бр-э-ад, бр-э-ад. Мы уже знаем, что это бр-э-ад. Но как пишется, когда пишем, повторяем бр-э-ад, бр-э-ад. И пишем, 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 ручкой или пальчиком закрываем, что написали. Снова пишем слово, опять закрыли, опять написали слово, опять закрыли, опять написали слово. До тех пор, пока не будет сделано ни одной ошибочки, это слово писать и проговаривать, как оно звучит или как оно пишется. Бр-э-ад. И пишем бр-э-ад. Бр-э-ад. Почему это очень важно? Во-первых, это важно потому, что много английских слов говоришь, когда, да? Они говорят совершенно по-другому говорятся, не так, как пишется. Ну, вот ещё один пример. Есть слово дочка. ДОТЕР. ДОТЕР. Нам слышно только четыре буковки. А пишется это слово ДА-Ю-Г-Х-Т. Сейчас посчитаем. Д-А-Ю-Г-Х-Т-Э-Р. Восемь. Восемь. Представляете, восемь букв в одном слове, а читается ДОТЕР. Вот мы так и учились в школе. Мы писали, не говорили не ДОТЕР, а писали ДОТЕР. 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 Как оно пишется? По буквам. Это очень важно. Почему для ДПА? Почему это важно для ЗНО? Потому что дети, когда будут писать письменную работу, им нужно будет использовать эти слова и грамотно их написать, без ошибок. Особенно это касается ЗНО. Там идёт сочинение до ста и больше слов. Обязательно нужно написать грамотно, чтобы получить больше баллов, естественно. Вот это такой совет. Самую основную базу слов можно взять, получить из словариков разных цветных. Сегодня мне бы хотелось в дополнение к ДПА дать первую тему. Вот у меня есть словарик интересный в картинках. ДАТЬ ПЕРВУЮ ТЕМУ. Здесь всего тем базовых около 40. Я не пересчитывала. Я буду вам эти слова проговаривать. Вы можете смотреть видео и их запоминать на слух. А потом, конечно же, можно эти слова найти в словарике и прописать, прописать, прописать. По мере роста вашего ребёнка, по мере перехода из класса в класс, ребёнок будет получать ещё базы слов основные, которые будут по школе встречаться. И если он хорошо их будет учить, если он будет правильно прописывать, ДПА будет во многом успешно. Во-первых, в понимании текста. Во-вторых, в написании. Так, смотрите, сегодня мне хотелось бы помочь многим детям, которые будут сдавать ДПА, в варианте сделать первое задание. Тут в первом задании идёт текст. Текст, который иногда бывает очень объёмный. Вот во втором задании здесь на всю страницу текст. Ой, то есть во втором билете текст на всю страницу. Довольно сложный. В первом варианте текст несложный, но тоже на полстранички, можно сказать. Потом к нему идёт задание на проверку понимания этого текста. Как ребёнок понял текст. True or false. Правда, неправда. Предлагаются варианты. Правда, неправда это была. Итак, чем я хочу помочь школьникам нашим, которым вот скоро-скоро уже сдавать ДПА? Я хочу помочь в переводе текста. Текст буду начитывать и каждое предложение переводить. Ещё очень важно, очень важно уметь пользоваться словариком. Если ребёнок готовится к ДПА при подготовке, не при сдаче уже, при сдаче не будет никаких словариков, никаких телефонов, ничего, то нужно уметь быстро пользоваться словарём. Если есть электронный вариант словаря, в принципе, он сейчас уже у всех есть, то быстренько набрали, да, в буковке она выдала. А если вот такой вот ещё бумажный у вас вариант, то нужен здесь знание алфавита. Быстренько по алфавиту A, B, C, D, E, F, G нашли. Потом смотрим по второй буковке, опять себе прогоняем в голове алфавит A, B, C, D, E, F, G и так далее. До той буквы, которая нам необходима, и быстренько перелистываем и ищем. Тогда, проговаривая алфавит, вам будет легче найти быстрое слово. Так, ну что, мы начнём с первого задания, первого варианта пробного ДПА, то, что предлагают нам для подготовки. Возможно, этот текст встретится и уже на экзаменах, да, может, его включат именно в экзамены. Так, первое задание. Что здесь у нас просят прочитать текст и отметить? Следующее утверждение, правда это или неправда, которые идут ниже в табличке. Так, первое предложение нашего текста. There was a blind girl who hated herself just because she was blind. Была, жила-была, слепая девочка, которая ненавидела себя просто за то, что она была слепа. She hated everyone except her loving boyfriend. Она ненавидела каждого, кроме её любимого бойфренда, парня. He was always there for her. Он всегда был там для неё, с ней, всегда был с ней. She said that if she could only see the world, she would marry her boyfriend. Она говорила, если бы она могла увидеть только этот мир, она бы вышла замуж за её бойфренда, за её парня. It was close to Christmas, and she secretly dreamed to herself that it would be the perfect time to get married. Было время близко к Рождеству, и она втайне мечтала о том, о себе мечтала, что это будет идеальным временем, чтобы выйти замуж. Когда-то однажды кто-то пожертвовал пару глаз для неё. When the bandages came off, she was able to see everything, including her boyfriend. Когда бинты сняли, она смогла увидеть всё, включая и её друга, парня. He asked her, now that you can see that world, will you marry me? Он спросил её, теперь, когда ты видишь этот мир, ты выйдешь за меня замуж? The girl looked at her boyfriend, and saw that he was blind. Девушка посмотрела на своего парня и увидела, что он был слепым. The sight of his closed eyelids shocked her. Вид его закрытых век шокировал её. She hadn't expected that. Она этого не ожидала. The thought of looking at them, the rest of her life led her to refuse to marry him. Мысль о том, что она будет смотреть на него оставшуюся жизнь, привела её к отказу от замужества. Besides, he was not as handsome as some other strong, muscular, pretty guys she could now see all around her. И между тем, он ещё и не был таким красавцем, как другие сильные, мускулистые, симпатичные парни, которых она уже теперь могла видеть вокруг себя. So, she said she wouldn't marry him. Поэтому она сказала, что она не будет выходить за него замуж. Her boyfriend left her in tears, and days later wrote a note to her saying, Take good care of your eyes, my dear, for before they were yours, they were mine. Её друг покинул её в слезах и позже написал ей записку, которая говорилась, Береги, пожалуйста, свои глаза, моя дорогая, потому что перед тем, как они стали твоими, они были моими. Вот такая много грустная история, но очень доступный текст, я вам скажу. В этом первом варианте предлагается очень доступный текст, ещё не такой уж и сложный. Итак, следующее задание к тексту идёт true or false. Есть утверждения, фразы, которые нужно или подтвердить, или опровергнуть. Самая первая фраза. The story took place in summer. История происходила летом. Летом. А ну давайте вспомним, что произошло, то есть когда произошла история. По-моему, там шла речь про крисмос. А когда у нас крисмос? Когда у нас рождество? Так, рождество у нас зимой. Поэтому это утверждение. Неверно. False. Дальше второе. The girl in the story didn't feel positive about herself. Девочка или девушка в истории не чувствовала себя позитивно по отношению к себе. Это правда? True. Это правда. Потому что в тексте есть такое первое даже предложение, что она даже hated herself, ненавидела себя. Третье. Nobody loved the girl. Никто не любил девушку. Это false. Потому что у нее был друг, который ее любил. Ну, здесь можно поспорить. Тут написано, что девушка сказала своему другу, что Рождество будет самым лучшим, наилучшим временем для свадьбы. Ну, а в тексте сказано, что она втайне мечтала. She secretly dreamed to herself that it would be the perfect time to get married. Она втайне мечтала, что это будет идеальное время для нее, чтобы выйти замуж. Ну, я думаю, что здесь false. Secretly dreamed нам помогает ответить на то, на эту фразу, что здесь false. Она не написана, что она говорила своему другу об этом. Пятое. The girl promised to marry the boy as soon as she could see. И девушка, девушка, обещала выйти замуж за парня так скоро, как она станет зрячей, когда она сможет видеть. Вот. Это уже ближе к правде. Так? Так. Это ближе к правде. Она говорила. She said that if she could only see the world, she would marry her boyfriend. Так. Ну, хотя она не обещала. Ну, в разговоре можно, можно как бы сказать, что да. Можно сказать, как обещание. Мечта. Шестое. The girl didn't know who donated the pair of eyes to her. Девушка не знала, кто пожертвовал пару глаз для нее. Она не знала, действительно, это true. It's true. When she saw her boyfriend, she was disappointed as he was not tall enough. Когда она увидела своего друга, она расстроилась из-за того, что он был недостаточно высок? Нет. Это неправда. Это false. Она расстроилась из-за того, что он был слеп. She didn't want to marry the boy. Она не хотела выходить замуж за парня. Ну да, когда она его уже увидела, она не хотела выходить замуж за парня. Это true. The boy was crying when he left her. Парень плакал, когда уходил от нее. Это правда. True. Есть такое предложение. Her boyfriend left her in tears. Оставил ее. Он шел от нее в слезах. Да. From his letter she found out who had given his eyes to her. Из его письма она обнаружила или поняла, кто дал ей пару глаз. Это true. Правда. Вот так мы разобрали с вами первое задание, первого варианта ДПА для девятого класса. Я думаю, что текст совершенно не сложный. Может быть, для кого-то и сложноватым, если показался такой текст, то у меня к вам такой совет. Возьмите текст, просмотрите его еще раз, ну, читайте, понятно, читайте. Потом просмотрите глазами и выпишите все слова, которые вам не знакомы. Слова, которые вам не знакомы, они потом могут встретиться и в других текстах. Так что, начиная с первого варианта, пожалуйста, мой вам совет. Учите эти слова, прописывайте эти слова, так, как я вам говорила в начале. Запоминайте не только, как это слово звучит, но и как оно пишется. Это вам очень поможет и в понимании текста будущих. Вообще их сейчас, по-моему, предлагается на ДПА 50. 50 вариантов. Прошлые года было 100, было сложнее. Вот, ну, они повторяются, в принципе, тексты повторяются с прошлых годов. Вот. Ну, здесь такой текст, по-моему, он свеженький. Я его что-то не припомнила, чтобы он был в ДПА раньше. Да. Дальше, дальше идёт письменное задание. Complete the text with your words from the table. Даются слова в табличке, которые нужно повставлять в текст. Тут, кстати, тоже, чтобы правильно вставить слово, правильно его записать, нужно понимать каждое предложение. Ну, на второе и третье задания есть хорошие ответы. В принципе, мы их делать не будем с вами. Мы с вами сделали первое задание, перевели текст. Перевода текста в ответах нигде нет. Нигде я ещё не встречала, чтобы были ответы с переводами текстов. И вот я хочу, вот, сколько предлагается там вариантов, таких для тренировки, да, я хочу вам их попереводить в наших видео, в следующих, сколько успеем. Ну, надеюсь, много успеем. Так. И третье задание. Третье задание здесь идёт, кстати, упростили. Было ещё задание в письменном, было ещё задание маленькое. В прошлом году написать текст от 35 до 40 слов. Тут я его не наблюдаю в этом году. Это повезло, можно сказать, но не надо расслабляться. Ещё многих ждёт в 11 классе ДПА, где, скорее всего, будет написание небольшого текста, а может, и большого в 11 классе. Из ИНО там сочинение обязательно. Так. Третье, третье у нас задание, оно направлено на говорение. Speaking. Даётся тема, даётся такие тезисы, на которые можно опираться и по этой теме говорить, свободно говорить с учителем. В ответах тоже, в принципе, эти все топики, да, они все даются, можно их прочитать. Кому сложно самому ещё говорить, можно даже учить наизусть, как-то хотя бы частями. В ЗНО говорения нет. Только в ДПА. Может быть, сделаю, не знаю, но пока не было. Так. Значит, первый вариант мы просмотрели. Текст перевели. И ещё дополнительно. Мне бы хотелось сегодня вам дать базу, основную базу слов первой темы, словарика моего замечательного с картинками. Это времена года, месяца. Это нужно знать обязательно. Это нужно знать эти все слова простые, базовые для того, чтобы вы могли с лёгкостью писать текст, чтобы вы могли с лёгкостью говорить и понимать тексты на ваших экзаменах, на ДПА и на ЗНО. Итак, я сделаю начитку. А вы можете несколько раз, просматривая видео, так и запомнить эти слова. Потом найти их в словарике и прописать, прописать. Я за вас это не сделаю. Вам нужно сделать это самим. Итак, времена года, по-украински поры и руку, да? Seasons, seasons. Времена года. Месяцы, месяцы. Month, month. Какие у нас бывают времена года? Зима. Winter. Winter. Весна. Spring. Spring. Ещё слово spring означает источник, джерело. Spring water. Джерельная вода. Джерельная вода. Есть так, на бутылках с минеральной водичкой написано spring water. Джерельная вода. Дальше у нас есть осень. Autumn. Autumn. Осень. Лето. И то. Summer. Summer. Ну и теперь, конечно же, месяца этих времён года. Winter. Зима. И её месяца. December. January. February. Декабрь. Январь. Февраль. Грудень. Сечень. Лютый. Очень похожие названия на русский язык. Будут встречаться в месяцах. Ещё разочек. December. January. February. Это у нас была зима. То, что у нас сейчас на улице. Зима. Дальше. Весна. Spring. Её месяца. March. April. May. Март. Апрель. Май. Вообще на наши, на русские, то есть слова похожи. По-украински. Bersing. Vitting. Tram. Ещё разочек. March. April. May. Это была весна. Дальше. Лето у нас придёт за весной. Summer. Summer. Лето. И его месяцы. June. July. August. June. July. August. Июнь. Июль. Август. Тоже что-то вот сродни русскому языку похоже. Это было лето. И осень. Autumn. Осень. Септембр. Октябрь. Новэмбер. Сентябрь. Октябрь. Ноябрь. Версень. Жёвтый. Милый ступад. Вообще похоже. Септембр. Октябрь. Новэмбр. Очень похоже. Очень похоже на русские слова. Так. Это мы с вами получили базу слов по временам года. По порам року и месяцам. Дальше. Ещё у нас в этой вот теме про дни, про дни недели даже даются слова. Дни недели. Тоже сюда мы включим. Потому что месяцам у нас слаживаются из дней. День будет. Day. Восход солнца. Sun rise. Начинается наш день. Sun rise. С восхода солнца. С хит солнца. Утро. Ранок. Morning. Morning. Полдень. О, пивдень. Noon. Noon. Писля полудня. Afternoon. Afternoon. Дальше уже идёт вечер. Вечер. Evening. Evening. Ночь. Ничь. Night. Night. Заход солнца. Закат. Sun set. Sun set. Солнце село. Sun set. Так. Это мы прошлись по нашему дню. Поэтапно. Ну, а эти дни, они слаживаются ещё и в неделю. Неделя. Тыждень. Будет по-английски week. Week. Ну, и дни недели. Понедельник. Monday. Monday. Вторник. Tuesday. Tuesday. Среда. Wednesday. Wednesday. Четверг. Thursday. Thursday. Пятница. Friday. Friday. Суббота. Saturday. Saturday. Воскресенье. Sunday. Sunday. Вот такие у нас дни недели. Ну, когда заканчивается неделя, конец недели, выходные, называется week and. Week and. Выходной, да. Week. Неделя. And. Конец. Неделя закончилась. Week and. Weekend. Да. Что же у нас? Куда мы ездим на уикенд? Куда мы поедем на уикенд? Мы часто уже говорим, используем слово weekend. Вот это была первая тема базовых слов, которые мы с вами будем в базу эту проговаривать, каждый раз на новом уроке и новый текст брать по ДПА, и брать базовую тему, базу, да, какой-то основные слова, которые потом можно будет более сложными уже словами обогащать, прилагательными и разными. Всё, что угодно уже можно описывая, да, применять разные-разные новые слова, которые не сильно распространены, добавлять свой запас. так, следующая наша тема будет у нас цвета и формы, мы возьмём, а по ДПА следующую тему. Следующий вариант. У нас очень большой текст здесь, на целую страничку. На следующем видео мы с вами посмотрим, разберём. Сложноватый, сложнее, чем первый вариант, но разберём. Хорошо. На этом мы будем с вами заканчивать этот наш урок по ДПА, по подготовке к ДПА. Для того, чтобы успешно сдать ДПА, мы с вами можем несколько раз просмотреть это видео, и уже тексты у нас будут на слуху, и база слов многих уже на слуху. Очень было приятно мне с вами поделиться своими знаниями. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, и просматривайте нас по нескольку раз, и будете успешны. До свидания. Goodbye. И ещё маленькое дополнение. Внизу под этим видео вы сможете найти ссылки на наш материал, с которым мы сегодня с вами работали целый урок. До встречи. Goodbye.